Ты все равно придешь к победе, если разберешься со своей головой. Очень важный эмоциональный фон у ТЭТ, он очень сильно работает в гонках. Если ты веришь, ты всегда победишь. Я это говорю не то, что на чужом примере, на своем, я это почувствовал. Да, я понимаю, что мы тут всем уже надоели и мы кость в горле и так далее, но я хочу, сказать, что Winter Drip Battle это очень тонкая вещь, во-первых, это большая тренировка к лету, я неоднократно говорил, во-вторых, это самый мощный чемпионат, что он есть. Едут все, едут много ребят, много талантливых ребят, многие могут развиваться, тренироваться здесь. Здесь нереальное чувство автомобиля развивается. Это безумно круто, я безумно люблю здесь находиться, невероятная атмосфера, очень все круто, много тренировочного опыта, прямо на глазах растет скилл. И за что я люблю зиму, то что любые свои вот эти укорененные ошибки, которые в тебе висят, их можно отработать. Все есть для того, чтобы гонять и ни о чем не думать, это важно, и важно быть психологически заряженным. Ой-ой-ой, Денис Снегаль, вторым номером постановку-то какую выполняет. Это ж просто какое-то сумасшедствие, хочу сказать, там ресторан. Так, езжей не ловится. Ого, господи, какая здесь классная. Вообще, Жека Лосев подошел ко мне в мой первый сезон в летнем чемпионате, когда я полноценно поехал летний сезон, это был 18-й год. Жека говорил, братан, ты должен приехать на Красное Кольцо, ты круто едешь, тебе нужны классные тренировки. И тогда я помню, мы приехали с Жекой сюда, я точнее приехал к Жеке сюда на Красное Кольцо, была первая гонка, первый этап. И весь тот сезон мы тренировались с Жекой, мы оставались на два дня после, и вот за эти два дня я забирал прям очень много скилла. Я просто выезжал каким-то супер подготовленным. Я даже не могу объяснить словами, но насколько мне полезны Жекины советы, Жеки тренировки, его задания, его сложные ситуации, которые он меня ставит, как за ним приехать вторым. Но у нас были очень веселые тренировки, когда я ему там в трем номером пилю диски и так далее, когда мы разгоняемся под 110 под светофор, это просто, ну, феерично просто. Здесь сначала мылит, а потом резко цепляет, так что ты два, три, четыре и на четыре так дуйну. Мне кажется, у Жени Лосева есть секрет, безусловно, и на самом деле у него их много. Он, с одной стороны, он умеет читать любого соперника, он умеет читать трассу, он умеет предсказывать, что соперник будет делать следующую секунду, но наибольшим секретом Жени, я считаю, его эмоциональная составляющая. Потому что, когда он эмоционально готов к гонке, он может сворачивать горы. Евгений Лосев и Роман Круковский. И вот это реально заезд чемпионата. Но на самом деле фишка в том, что Евгений Лосев, даже если проиграет Роману Круковскому, все еще сохраняет шансы на досрочное чемпионство. Потому что, если он третье место займет, то как бы ссуну. Ирика и математика! Что творит Евгений Лосев, господи ты боже мой! Сильно пересмотрел свою жизнь на сегодняшний момент. И очень рад этому, что у меня получилось разобраться с этим. Не у всех это получается, не все могут разобраться с этим. Я делюсь здесь опытом с Максимом Гроссманом, с Дамиром Идиатулиным, со всеми друзьями. То есть за мной здесь большая история стоит на Красном Кольце и на Win 3D Battles и не только. Потому что вокруг меня как минимум 15 гонщиков, а может быть больше сейчас с отсчетом можно сбиться. Которым я на протяжении всей недели подсказываю, контролирую, как себя вести, как машину, как траекторию видеть. В общем, много-много факторов. И что ни на есть не важный фактор, что я психологически тоже с ними работаю. Чему сам научился, тот опыт я передаю. По узкой траектории и в дугу бы туда попал. Я же тебе показывал, как это делается. Да, согласен, согласен. Ну и самое, конечно, главное, я неопытный зимний гонщик. Для меня очень сложно и нет времени проходить вот этот длинный путь с настройками машин. Я все понимаю, что нормальный гонщик должен все делать сам, во всем разбираться. Я не тот случай, у меня не получается так делать. Но, конечно же, когда после настроек сенсеи ты выезжаешь на клевый автомобиль, это вообще просто кайф. В этом году я реально посвятил очень много своему автомобилю. И Женька мне очень сильно помог быть уверенным в том, что я делаю. То есть, как бы, именно уверенность в том, что я делаю, мне, наверное, помогает. Я показываю результат и показываю результат не только кому-то. Я сам себя утверждаю, что я был прав. Я просто, как бы, стараюсь где-то прислушиваться его. Не где-то, а прислушиваться его. И, как говорится, наверное, идти по его стопам. Это не может не радовать, ребята. И, на самом деле, когда я здесь провожу тренировки, тренирую, я сам тоже учусь и тоже тренируюсь. Потому что ты, когда подсказываешь людям и повторяешь с ними, что раз ты сам это машинально делаешь уже просто на автомате. Ты должна для себя сегодня тренировку отторировать. Учиться пользоваться мотором в каждом диапазоне. Чувствовать зацеп и чувствовать, насколько дать газу. Ты понимаешь, ты летом сидишь в машине, стоять в МА-2-81 кузыре. Такая машина, а он этого не простит. Ему настолько нужно газом пользоваться, что пиздец значит. Понимаешь? То есть, там приход мощности нету-нету, потом резко, как у езды, блядь, тысяча сил. Понимаешь? И ты должна это отторировать только вот босолапкой. Понимаешь? Другими способами не получится. И поэтому здесь тебе дается возможность ощущать это. Чувство. Здорово. Точность. Я на самом деле за предыдущие этапы несколько раз от разных людей получал обратную связь по поводу готовности Жени. Ну, понятно результат. Во-первых, говорит сам за себя. Три этапа ВДБ к ряду Жени взял на первом месте. И, естественно, мне было интересно узнать не только от Жени непосредственно, да, от первого лица, но и от других людей, что вообще происходит в техпарке, как Женя себя ведет. И все люди в один голос говорили, что они видят абсолютно другого Жени Васю. На самом деле это очень крутейший пилот. И в этом году я правда очень сильно радуюсь тому, что вижу, как он это делает. И советую всем стремиться к такому. Потому что он реально отдает этому делу очень большое время на сопровождение с этим делом. Это провокационный вопрос для меня, когда меня спрашивают о том, не изменился ли Женя за последние сезоны. Я всегда говорю, за последний сезон с Фрешафта особенно. Конечно же изменился. И эта заслуга не только моя, а, наверное, все команды так воля судеб, что мне удалось попасть в команду Фрешафта. Меня встретили хорошие люди, благоприятный фон, я в семье. Это сильно важно, когда команда единый механизм, включая босса. Босс это не то, что там Денис там, а босс, да, он как бы карифан, понимаешь, близкий человек. И у нас с ним, на самом деле, очень такая добрая, братская, я бы сказал бы, такая связь. Я его воспринимаю всегда как тренера, как отца своего в дрифте. И я его воспринимаю очень серьезно. И все его советы сразу пытаясь реализовать. Денис, ну как ты вот сейчас его так любишь? Вот ты уверен, что ты вот так вот сделаешь? Да. Вот прямо такие силы себя чувствуешь? Да, в первую силы чувствую. Нифига себе, кто тренирует. Конечно, чувствую, братан. Когда мы уже стали играть вот в эти взрослые игры, когда мы стали уже играть в команду, нам нужно было где-то из друзей превратиться в партнеров. Потому что иначе, ну как бы, Жека не простой персонаж, и с ним надо тоже работать, как и с любым пилотом. И тут началась наша с ним притерка, мы начали общаться, начали работать, начали ставить задачи друг другу определенные. И я считаю, что очень успешный сезон мы проехали в RDSGP. Несмотря на то, что Женя пятый, все эти разговоры, Лосев не тот, вся эта чушь. Я ее, конечно, слушать никогда не хотел. Для меня Лосев это лучший пилот в мире. Мы много общаемся с Денисом, после каждого этапа созваниваемся. Вообще, этот человек, наверное, в моей жизни как учитель. И хочу сказать, что он иной раз двумя фразами направляет так точно и четко, что это очень сильно помогает по жизни быть. Для меня Лосев это тот специалист, который знает в дрифте столько, что я даже не знаю, как это объяснить. Я даже не представляю, как можно знать больше. Он растет каждый год, каждую гонку, проигрывая, побеждая, приезжая судить. И за этот непростой год я очень хорошо понял Лосева. И у нас было несколько серьезных разговоров на протяжении сезона. Я даже ставил ему какие-то условия некие, да, такие. Но мы начали вместе расти, начали вместе меняться. Мы нашли психологические проблемы, которые есть у всех людей. И у меня, и у тебя, кто смотрит. Но Жека очень крутой чувак. Он умеет слушать, при том, что он сам знает все. Но он не из тех, кто... Я все знаю, все дураки. Нет, он слышит, и меня слышит, и с уважением относится к моему мнению. И он работает со мной психологически, мы много прорабатываем. За 10 лет я только сейчас узнал, как работать с собой эмоционально. И все, что я применяю, какую я тактику веду в гонки, как я готовлюсь к гонке, как я подхожу к гонке. В целом, это большая работа здесь, в голове. Я, общаясь с Жека, тоже начинаю еще больше понимать, что хочет Женя, что хочет дрифт. И мы каждый раз с ним разбираем. И я, конечно, очень рад за своего сокомандника, за нашего лидера. Как он растет, как он меняется. Я не буду сплевывать через плечо, чтобы не сглазить. Я думаю, что это все в его руках. Он взрослый парень, он молодец. И я, конечно, считаю, что Жека сейчас на очень правильном... По очень правильным идет, как бы, движением. И это принесет большой результат. Как он говорит, пришло наше время, нас ждет большой успех. И у нас, получается, идут плоды. Идут плоды летом, идут плоды зимой. Я для себя много приемов сейчас отчерпывал. Я к каждой гонке применяю что-то новое. Я раньше думал, когда ты встаешь на старт, ты рассчитываешь на долю везения. Да, оно есть, безусловно, есть. Но сейчас я особо на это расчет не беру. Просто каждый заезд нужно выкладываться и думать головой, что ты делаешь. А теперь финал Евгений Лосев против Максима Гроссмана. Максим Гроссман будет выше, вернее, будет лидером в первом заезде, потому что он был выше квалификации. Давайте смотреть, давайте смотреть на противостояние двух друзей-товарищей из Иркутска, которые в то же время являются принципиальнейшими соперниками. Нинд хор PI 1 А вот... Так... ой-ой-ой! В тот самый момент, когда продолжал эту покрышку операцию. Вот, красава! Это прямо круто очень! а он покрышку с собой везет предлагаю так пятиколесный дрифт в исполнении макса гроссмана ай красава вы посмотрите что за воля к победе учился перчик у нас маленький стали на второй заезд и уже ко мне в рацию сказал все братом бьемся просто даталла я уже к я только с удовольствием по что я сам эмоционально люблю очень большие разгоны бою скорости и вижу это в жеке и жека меня этим тренирует и когда ты туда заезжаешь с такой скорость это не может не радовать а когда ты заезжаешь это еще и парно еще и с человеком которого ты знаешь очень много лет знаю что сто процентов нажмет газ и ты можешь в него поставится в полном смысле слова в него упереться и даже если будет какой-то контакт мы поедем до конца то есть никто не выправиться не нажмет тормоз чтобы это не было было будет это брустер будет стена так что это очень круто смотри Евгений Лосев, чемпион сезона 2021-2022! Свершилось три истории. Первое, это я досрочный чемпион, мне можно этап один даже не выезжать. Второе, мы всей командной сегодня были на тумбочке, что впервые, наверное, я видел вообще за историю дрифта, что три пилота и один-два-три. Это нереально. Осталось только, наверное, квалу еще забрать. И то мы проехали две сотки, Максим сотку, я сотку дам и 98 на квалификации. Что может не радовать? Это бесценный опыт. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подписывал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здесь очень круто, это дорогого стоит Брат, тебе спасибо Я буду учиться, буду продолжать делать то, что ты говоришь Ты красавчик Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...